БОЛЬШОМУ ФУТБОЛУ БОЛЬШОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ И СНОВА ВСЕМ ПРИВЕТ ДРУЗЬЯ СНОВА С ВАМИ МИКСД КАРЬЕРЫ НА КАНАЛЕ ОДИЗЕТ И НА КАНАЛЕ ДЕРБИ ЕФСИ И как вы поняли уже по начальной нашей сегодняшней вставке мы начинаем нашу микс-карьеру матчем против Манчестер Рюнайт на Кубок Англии, играя за Лондонский Челси Плюс ко всему вас ждет еще матч за женскую Барселону Но перед тем, как мы начнем нашу сегодняшнюю передачу я вам скажу, что случилось до нашей встречи с вами и там вы увидите несколько интереснейших моментов А до нашей встречи с вами мы играли матч с Ньюкаслом в английском чемпионате в премьер-лиге и что из этого получилось, вы сейчас увидите Начинает голевую феерию Челси и 7 мячей пауэршотом Лоренцо Пилигрини Следом за ним это делает Кировин Лозанна Но на этом приключении Челси в обороне не закончено Два удаления схлопотал Челси в момент, когда Ньюкасл начинал забивать уже когда Челси был десятером Минди забил Челси и бывшей своей команде Затем Николас Джексон забивает следующий гол уже третий в ворота Ньюкасла Затем четвертый гол в ворота Ньюкасла забивает опять Николас Джексон Дубль на его счету Челси, оставшись на поле в девятером после двух удалений решил резко взвинтить темп и начинает забивать лучшие голы в ворота Ньюкасла Это делает на втором тайме Пилигрини Следом за ним это делает Кириан Бапе Но до его гола может дойти гол Тонали Как раз в тот момент, когда он покатил мимо Донарумы и все сделал правильно Чтобы забить еще один гол Престижа Панчировал на 76-й минуте отдать передачу Кириану Мбапе Мбапе не применил воскресенье против своего соперника Манквидио и забивает едва ли очень красивый гол в ворота Ньюкасла 6-2 Челси впереди Третий гол на счету теперь уже у Альмирона Альмирон начинает финтить против Энце Фернандеса Решевс ничего не смог поделать И Альмирон забивает третий гол уже с окончательного гол Престижа Но прибив окончательно Кириан Мбапе забивает тюрьму гол ворота Ньюкасла и счет становится окончательным 7-3 победа Челси А теперь мы смотрим с вами Кубок Англии Манчестер Юнайтед Челси но уже на поле Стэнфорд Бридж на родной арене Челси Ну дорогие друзья, вы видите судя по этому результату, который вы видели в нашей подрублике Счет 7-3 в матче с Ньюкаслом Мы выиграли этот матч несмотря на два удаления И соответственно 74 очка у Челси 61 у Манчестер Сити Они вырвались вперед по отношению к Арсеналу и Манчестер Юнайтед 53 у Астан Вилла Они рвутся в Европу 47 у Тоттенхема 46 у Ливербуля 39 у Вестхема У Бормута также 39 очков 38 у Ньюкасла 34 у Эвертона, Волгархемптона и Брэнфорда 3 клуба 9-11 место 32 у Брайтона и Хоу Фальбион 28 у Грисла Пелса 23 у Фухема 22 у Ноттенхем Форест 21 у Лютонтауна Они догоняют Ноттенхем Кстати, в реальном чемпионате Англии Ноттенхем сняли минимум несколько очков за нарушение финансового фэрплей Может грозить исключением и Манчестер Сити с Челси в реальном чемпионате в премьер-лиге в Англии А возвращаясь к виртуальному нашему чемпионату Шеффилд Юнайтед и Бёрли по 16 очков По рейнам забитых пропущенных выше Шеффилд Юнайтед И Лютон, Шеффилд и Бёрли выбывают предварительно из английского чемпиона премьер-лиги в Чемпионшип-лигу Кубок Англии Сегодня мы играем сегодняшнюю игру против Манчестер Юнайтед Дальше, помимо нашей встречи Тоттенхем на Тингем Ньюкасл Арсенал и Манчестер Сити Кристал Пелос Что касается Еврокубков У нас прошли четвертьфинал наш премьер-сапорник Арсенал Иерба Лейпциг Манчестер Сити Сивили сыграют Наполе с Мадридским Реалом и Бенфика с Галатасараем Это что касается Лиги Чемпионов В Лиге Европы в четвертьфинал прошли Рим, Варриал Бетис Вестхем Рейнджерс Глазг Рейнджерс Спортник Бергамо Кальчо и Баруси Доргман Ливерпуль Противстание красных против желтых желто-черных, если можно так сказать Сегодня в этом четвертьфинале будет известно Лига Европы Айнтракт Франкфурт против Панетинайкаса Ген против Фенербак Чебешик Ташфи Орензина и Ференц Вараж Динамо Загреб Такова вот история в Лиге Конференцию А пока давайте приступим к нашему составу У нас появились некоторые изменения по сравнению с предыдущей игрой с чемпионом премьер-лиги Напомню, что если у человека будет удаление чемпионате Англии то в Кубке Англии этим игроком уже не воспользуешься Так вот у нас Джош Брокинг у нас ни разу не выступал в этом качестве центрального защитника в 2021 год мы его прибережем на игры мы его прибережем на игры следующие когда мы будем выступать в зерном составе и вот игроки которые будут выступать в сборных с 19 по 25 марта это как раз Астрис Джеймс из Англии Малого Густа Франция Михаил Мудрик Украина Роберт Санчес Испания Йенце Фернандес Аргентина Так что такая у нас будет история перед матчем сборных зальных сборных А сейчас давайте приступим к нашему матчу Челси Манчестер Юнайтед и сейчас давайте приступим к тренировочной сессии но давайте мы ее все-таки пропустим Итак, дорогие друзья мы пропустили сейчас тренировочную сессию и посмотрите внимательно на состав Манчестер Юнайтед последние 5 матчей поражение победа 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 поражение атака 84-83 полузащита 82-2 защита вместо Ананы на поле во вратарской зоне выходит Алтей фаст схеме 4-3-3 атакующая зона атакующая схема Маласия Мансини капитан Мартин из Ван Бисака Амрабат Эриксен Маунт Антони Рэшфорд и Шик это тропи нападения Рэшфорд и Шик Антони образовывает такую атакующую зону у Манчестер Юнайтед правда но можно сказать что он в запасе Джейден Санчо МакТомин и Хойланд Ригерион Эстеви и Шортая тактическое видение игра на флангах чему учились тренеры чему учились чему мы видели у тренеров у Сэра Алекса Фергюсона уже за Мурини теперь уже от Оденхага на Кубок Англии у нас по желтым карточкам у нас имеет Патрик Шири Серхио Ригерион практически ни одного игрока не имеет желтой карточки сейчас на протяжении всей всего разыгрыша Кубка Англии ну что ж теперь давайте смотреть на игру поскольку то что нас уже практически достал нас давайте в пресет игры зайдем и сейчас я думаю мы дождь все-таки уберем поиграем при чистой погоде играть мы будем вот такими формами но мне эта форма конечно не нравится попробуем вот как так или иначе как по классике новости о Галах давайте быстренько включим три новостных блока о Галах из трех матчей манчестити кастополос нюкас на этот арсенал и тоттенхем нотингем крейк пост на арбитр встречи вот наш состав донором о воротах чивол стар силва джеймс бапе бенасар фернандес лозан пилигринь и николас джексон единственный нападающий начинаем игру итак дорогие друзья мы с вами находимся на стэнфорд бридж и сейчас начинается битва за англии между манчестер юнайтед и челси ну что ж кристиан эриксон на малайсию не очень уверенные посыпы дает манчестер это вот угловой кристиан эриксон будет подавать пока болячки челси еще не прыгнули не примок итак отбирает мяч бенасар амбапе движется параллельным курсом как я вижу и бенасар сам решил обойти всю команду соперника как я вижу но пас был вообще ни о чем бенасар н отталкивает с правил своего соперника мэйсон маунт бывший игрок нашего клуба манчестер сити забивает кристополосу это джек грилеш у нас был по мнению сайдлайн комментатора алекс скотт вот килиан бапе на котором фокусируется его наши режиссеры простите как это манциньи манциньи крестьян эриксон пошел подавать итак готовишь что-то кристян эриксон подготовил что-то сейчас падают на газоне энтони и и и по-моему это банчилвал банчилвал дал понять что он соперник отобрал мяч и будет бросать и за это сейчас бапе он убирает сейчас ван бисаку и фактически убрал а уберет ли в этот раз нет очень опасный был момент чисто игровая ситуация как мы видели ну и вот ван бисака будет бросать из аута на энтони и вот здесь щилвал неудачный пас на джексона энтони патрик шик патрик шик а дальше мейсон маунт против моланго сар дальше Решерт убирает ой за севи а вот а на румыч отобрал мяч мы видели Решерт но не до конца он отобрал больше штрафную площадь бапе должен завершить начатое сейчас однако бндр бндр мы видели за север удар вопрос конечно такого плана для вас дорогие зрители напишите в комментариях если вам интересно сколько раз челси или манчестер на этот обыгрывали в кубке англии вот такой вопрос на засыпочку если так можно сказать а мы с вами смотрим как идет борьба за путевку в полфинал кубка который состоится на студию вембли итак решается маунт на удар и вот вынос мяча патрика шико действуют эти комбинации и снова угловой со стороны манчестер юнайтед бил нас был у нас малайсио по-моему но вот профессионализм будет подавать с угла поля и так до первой остается меньше 10 минут мы видим что манбисака отдают энтони отдают была потенциальная атака манчестер унайтед которая не завершилась толком голом не завершилась толком забитым мячом может так вырез поточнее а у нас Пилигринни будет бить и бьет он поэндера и в руки к нему попадает до этого мы видели как потенциально начал учиться но в итоге до Бабе пас на весну не дошел и в общем-то надо сказать вам что манчестер будет раскрываться и в коем себе не будет справедливо и так решение против маркса рэшварда два партнера по сборной англии чьи игроки могут быть вызваны в сборную так или иначе сейчас сейв и Донорумы неудачный пас на Николс Джексона и дальше Патрик Шип или Рэшвард не важно как большему головой зарабатывает Манчестер Юнайтед что-то видимо задумали игроки Манчестера так оттолкнувши Баначилла и кто там Тиаго Силова по-моему не важно как в общем вот еще раз сейв и Донорума дал понять что никто не может остановить своего соперника вот здесь Маланго сыграл блестящее одну минуту добавляет Арбитр Крейг Болсон и в общем-то он заставляет остановить табло на отметке 46.02 при счете напоминаю 1-0 в пользу Челси который в общем-то счет сам себе и заработал заработал который в общем-то заработала лондонская команда по которому заработала данный счет лондонская команда Кириан Баппе забил пока единственный мяч сегодняшней встречи давайте посмотрим быстренько статистику 39 на 61 владение мячом 3-12 по ударам 23-8-63 3 выигранных отбора 8-0 по перехватам 9-2 по сейвам 4-0 по угловым ни одного штрафного удара ни одного пенальти не назначено и пока можно сказать что Кириан Баппе на 11-й минуте взял забитый мяч пока кроме него никто не забивал Крейг Болсон дает звисток и начинает второй тайм Манчестер Юнайтед во втором тайме я думаю мы увидим несколько интереснейшие моменты кто из них забьет первый гол у Манчестера или вообще голов не будет Ван Бисака Мэйсон Маун это несколько игроков которые вызваны в сборную на ближайшие матчи сборных может быть отчасти это поясняется тем фактом что в этот раз решил Гаррет Саугейт использовать небольшой выбор тем временем Кулсевский Кулсевский тем временем забивает Матингему счет стал тем временем 1-1 а у нас дорогие друзья гол Кириан Мбаппе это дубль на счету французского игрока Кириан Мбаппе может быть может быть вызван сборную ввиду его забитых мячей но вызовут вызовут ли его в сборную помимо Гризмана там Кимпенбе там скажем Кингсли Камана там и всех остальных игроков сборной Франции мы узнаем чуть позже а пока мы видим что Кириан Мбаппе забивает второй бой на счету дубль и это дубль не отражает каких-либо действий со стороны матча но Мбаппе 5 мячей в 4 матчах Кубка Англии итак Мейз Маун посмотрите внимательно какой момент совершил на Лангасар Мейсон Маунт не использовал 5 своих моментов несколько супермоментов за этот тайм а удар был мимо ворот Кристиана Эриксона мог порадоваться своим болезням что может произойти сейчас на гостевой трибуне Стэнфорд Бридж но пока это немножко не так как мы хотели итак Решфорд встреча у Челси с Берли 30 марта заканчивается мартовская декада клубных и международных турниров великолепен мы видели Джеймс удар по воротам и Донорова в порядке тем временем сами наготовится в манчитель этот Джейден Санчо вместо Мэйсона Маунт не попал в игру Мэйсон Маунт и так хватается за голову что его заменили Джейсон Джейден Санчо простите будет сейчас поддерживать это начинание Навеж штрафную и сейф какой хороший момент не упущен и будет наверное следующей главой следующей главой манчитель Юнайтед такого такое ощущение что Челси просто посыпался после такого после такого так или иначе игрового момента так Бен Ассор против него Энтони Амрамат и здесь третий подряд угловой третий подряд угловой сейчас Навеж штрафной следует нужно ловить мяч Донаруми и правильно он это делает он уже пересяд атакит другой фланг и Николас Джексон убегает убегает Николас Джексон просит пасса мы видели они подыграли рукой сейчас 26 номер капитан команды Мансини подыграл сейчас будет пенальти в исполнении лондонской команды и в то же время давайте может быть раньше мы может быть чуть позже пройдем замену Лоренцо Пелегрини против Алтая Пендера и так сейчас Пелегрини сделать невозможно давайте помолчим и посмотрим и к сожалению для нас тащит Пендер и угловой подает мы видели сейчас Челси вот первая возможность у Челси заработать угловой в такой ситуации как пострадавший от этого пенальти как ни странно Пелегрини будет подавать неуверенно разыграли Лаза надо передачу только вопрос кому Пелегрини не было в ней Жеймс удар еще один угловой со стороны лондонской команды итак давайте сейчас пройдем замену почему потому что у нас подустали подустали мы видели подустал мы видели Маланго Сар поэтому я его поменяю на Марко Кукурелью на Марко Кукурелью и наверное можно сказать что можно сказать что центральный защитник Кукурелья может все давайте посмотрим замена у Челси готовится Марко Кукурелья вместо Маланго Сара интересно чем ответит Манчестер Юнайтед на наши действия итак смотрим угловой Перегрини подача и момент тоже будет бить удар неприятный и можно свистеть можно свистеть и будет штрафный удар очередной штрафный удар который может пробить Перегрини итак давайте помолчим и посмотрим что произойдет в этот раз у нас есть время еще для одной замены может мы даже двоих игроков будем выбирать пока расставляет стенку Алтай Бендер Алтай Бендер первый номер у Манчестер Юнайтед давайте посмотрим чем это все завершится вот этот вот момент для Ларенца Пелегрини перекладина ничего себе вот это ничего себе я бы сказал и контратака Манчестер Юнайтед чем она завершится затянули затянули в итоге Энце Фернандес после того как и вот он промах Ларенца Пелегрини смог в итоге в перекладину попасть отцепил голкипер после 11 метров удара и вот он промах на его счету и так до окончания матча остается меньше 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 10 минут и вот угловой у Манчестер Юнайтед Джейден Санчо будет подавать у нас есть время для второй подряд замены давайте кстати Кристофер Нкунку поставим на место Джексона Арахима Стерлинга вместо Бенасера мы перейдем на схему вот такую в два центра форварда а Пелегрини будет на позиции левого центрального полузащитника Нкунку будет вот так действовать на позиции страйкера Амбапе Лазана ознаменует вот такую два фланга ознаменует два фланга атаки тем временем давайте еще одну замену произведем на позиции атакующего полузащитника у нас Марк Ройс еще ни разу не выступал мы продолжаем игру итак замена тройная уже теперь Кристофер Нкунку Рахим Стерлинг и Марк Ройс выходят на поле вместо вышеупомянутых мною игроков которые идут на скамейку запасных Кристиан Эриксон Лоренце Перегрини отошел в опорную зону Антонин не понял что нужно было сделать вот понял сейчас хорошо Патрик Шик Амрабат великолепный отбор со стороны и выбор позиций со стороны Марко Хуруэли и вот еще один угловой со стороны Манчестер Юнайтед и у нас справа на еще одну замену Бен Чилл несколько подустал может быть и Вильямс сыграет на позиции левого крайнего значения и так Кукуреле успел выбить мяч и вот Рахим Стерлинг убегает убегает Рахим Стерлинг от Ван Бисаки от своего товарища по сборной и вот сейчас должен быть вратарь но немножко неудачный был удар Марко Ройс догоняет мы видели Маласию но промахивается в подкате подкате промахивается Марко Ройс догоняет возвращается на свою зону Хермен Лозан а вот это Джейден Санчо за которым нужно глаз до глаз следить Эриксон Энтони и вот Манчилло последняя минута основного времени нашего матча Манчестер это Челси на стороне Стэффер Бридж на родном для Челси стадионе и так Келлиан Баппе наконец-то он прибьет я думаю нет все-таки Бриджер сейвит 6 минут добавил Крейг Поусон Крейг Поусон явно чувствует себя артистом в данной ситуации а не арбитром я думаю что по нашим это может сказаться на его действиях в протоколе игры и так Мбаппе убегает он от всех участников на Ван Бесаку не удался момент Пелегрини Инкунку будет бить гол 3-0 но игра то сделана я вам скажу игра сделана 3-0 и Кристофер Инкунку забивает возможно победный гол в сегодняшней встрече и трибуна Челси радуется 3-0 на дубль на счету Келяна Мбаппе посмотрите Кристофер Инкунку успел успел подработать мяч пробил недосягаемо и неотразимо для Бейндера в общем итог всей этой встречи вы видели последней атаки у Манчестер Юнайтед не будет я наверное так считаю что это все со счетом 3-0 Челси побеждает у Манчестер Юнайтед и выходит в полуфинал Кубка Англии который состоится на Уэмбли и мы ожидаем следующего соперника в полуфинале Кубка Англии Киллиан Бапе героя встречи 5 попыток 2 забитых мяча но еще большую победу нам принес Кристофер Инкунку игрок которого ждали многие и в общем-то Манго Сар успел отработать в обороне безупречно вот итог для встречи 3-0 давайте посмотрим на статистику на статистику нашей встречи 36-64 владения мячом 14-22 по ударам 40-11 по отборам 10-6 выигралось 7-17 по переговорам 13-7 по сейвам 2-0 пополам 10-2 по угловым по одному нарушению схлопотали один штрафной удар у Челси был один пенальти был нереализован но это было непонятно в общем-то по данным моментам Ларенце Белегли не забил пенальти Кукурелия сменился на Малангуса вместо Малангисара тройная замена которую мы видели Кристофер Куку забил победный гол переходим в меню карьеры и затем мы перейдем к нашему следующему матчу а перед тем как мы перейдем в меню карьеры давайте посмотрим результаты Ньюкасл Юнайтед побеждают у Арсенала Тоттенхэм выигрывает у Ноттингема 3-1 по пенальти Манчестер Сити выиграл 3-2 по пенальти у Кристал Пеласа в основное время был еще 3-3 в Тоттенхэм Тоттенхэм был основное время еще 2-2 напомню Тоттенхэм выиграл у Ноттингема по пенальти 3-1 таким образом проходит дальше Ньюкасл Челси Тоттенхэм и Манчестер Сити Итак нас благодарит Маланг Сар там же Измайль Бенасер Кристофер Нкунку и благодарит он нас за эту игру у нас тем временем рекомендации по игрокам как раз Кристофер Нкунку я вижу и вот соответственно перформанс фокус можно дать Кристофер Нкунку перед матчем с Бернли тем временем мы не посмотрели что у нас по перенесенным матчам перенесен матч на 15 мая между Брайтоном и Челси и Ньюкасл Челси 20 апреля 20 апреля между прочим 20 апреля будет матч на Кубок Англии между прочим и вот соответственно посмотрите сейчас мы увидим что у нас произойдет после окончания жеребьевки на Кубок Англии давайте посмотрим еще несколько писем присланных перед матчем с Бернли но пока писем мы не видим давайте кстати посмотрим быстренько быстренько на календарь и сейчас Арсенал Манчестер Сити уже сыграли уже сыграли все сыграли практически все 29-й тур остальных несколько игр в запасе так вот 29-й тур сыграли уже Арсенал Ньюкасл у них по 61 очку с Манчестер Сити и Уливерхэмптон Шеффилд Юнайтед таким образом Уливерхэмптон 38 очков и 17 у Шеффилд Юнайтед остальные матчи будут сыграны под конец марта Ливерпуль Брайтон Борн Эвертон Челси Бёрли Нотингем Кристал Пелос Шеффилд Юнайтед Фулхэм Брэнфорд Манчестер Юнайтед Тоттенхем Лютонтаун Астенвилл Лувер Хэмптон Ньюкасл Вестхем Юнайтед Манчестер Сити Арсенал таковы вот игры игры сегодняшних наших соперников ну а сейчас давайте переместимся в меню турнира и сыграем за женскую Барселону и так мы продолжаем нашу микс карьеру и продолжаем матчем с участием второго мадридского клуба в Лиге Фемини Файнворк и женская Барселона готовится отыграть как можно больше мест в испанском чемпионате среди женщин по футболу я думаю на нашем основном канале в группе ВКонтакте вы увидите несколько матчей с участием немецких и английских женских команд но наше внимание сейчас будет приковано к испанским женским командам сегодня играет помимо Барселона и Мадрид Сифифи Леванта Барриал Бетис Вильяреал и Реал Мадрид а еще чуть позже Гранада Леванте ЮД Эйбар Спортинг Уэльва Реал Сифидат Атлетика Мадрид Атлетик Бельбао Сивилия Тенериф Валенсия В зачете наших команд Барселона в топ-3 наряду с Леванта Реал Сифидатом на 4 очка меньше Атлетика Мадрид и на 2 меньше Реал Мадрид Клюв Дефутболь Шестерку замыкает Валенсия Ну и дальше в десятке мы видим Атлетик Бельбао и Сивилия FC А Мадрид Сифидис который нам предстоит играть занимает 8 место и 26 очков У них 7 побед 5 ничьих 6 поражений У нас только 13 побед 3 ничьих и 2 поражения Надо как можно больше отрываться от Леванта и ЮД чтобы они не выиграли у Гранады А Гранада как известно выбирается практически выбирается из этой ситуации Но у них правда 8 ничей но ни одной победы А вот Реал Бетис только 2 победы 4 ничьи 12 поражений 10 очков Ну и давайте посмотрим что у нас будет в нашем тим менеджменте Пока все как и положено как и положено на своих местах Вот кстати Батле мы ни разу не выпускали на матч с на матч смотрите Фи-Фи Рольф Батли на краю Леон Паредес в центре Гвияро Путелес Бон Мати Мариона Шуала и там же Хэнсон Но я бы Бруно поставил Бруно поставил на позицию где играет обычно Ушуала Посмотрим какого будет дебют Посмотрим какого будет дебют в игре Смотрите Фи-Фи А играем мы в дождь друзья мои Но дождь нас откровенно достал Но тем не менее посмотрим чем отличить Бруно от Ушуалы в этом составе женской Барселоны Ле-Ре Перлос Арбитр встречи и мы начинаем нашу сегодняшнюю игру Итак мы с вами находимся в городском парке Мадрида где Мадрид Си-Фи в своем матче начинает игру с женской Барселоны Вторая Мадридская команда в отличие от первой Реал Мадрид Сегодня будет отжигать по полной программе И вот он первый угловой на счету женской Барселоны Мы видим И сейчас подавать будет Мария Леон с левого фланга во время подачи углового И вот Мария Леон четверка классическая у женской Барселоны она как бы центральный защитник но она имеет право подавать такие угловые подачи следует Бруно на Кутельес никто даже не взял эту точную передачу Эстеви А вот дальше Бруно и нарушает первые в этой жизни правила футбола и на ваш экранах 18 номер это у нас ГАЭС если я правильно понял по футболке нет САЭС неправильно понял САЭС неправильно понял я вместо буквы Г сказал С Кометти на Пенелиос а тем временем Кудананджи который нам акцентировали некоторое внимание в конце концов не отдала она мяч своим напарницам по команде Матридс Фифи Бонсингунду на Кудананджи Рэйчел Кудананджи Венелиос Бонсингунду Кретарина Рольф ее опережает и дальше паса дает Кутерес хороший финт она уже делает головой правильно неужели попытался выиграть всю команду салтельника Алексея Кутерес барабанные палочки на ее футболке говорят о многом но она первой пробила поворотом и тут же удар с угла поля пробьет дистанция 14 метров а сколько время реакции нам не показали главой в пользу женской барселона второй подряд в первом тайме это второй подряд первом тайме угловой наступит ли первый фраг со стороны первого убийства со стороны барселоны в воротах ворота в мадрид итак Федорина Рольф не получается Бруно Леон нет все-таки не решилась Мари Леон пробить а вот дальше Леон нужно возвращаться в оборону безусловно сейчас парадез это сделает а вот дальше могли быть нарушены правила со стороны парадез Рольф только пытается догнать Рэйчел Котананджи и вот здесь Паньос если во французской речи можно сказать что вот эту Н с знаком приближенного знаком гусеницы убрать то вместо Паньос фамилии будет фамилия Панис почти как фамилия известного гонщика Формула 1 Оливье Панис державшего первую и единственную победу в Гран-при Монаке в 96-м году Бруно с мячом удар гол дебютантка разыгралась Молочина Бруно 19-й номер посмотрим еще раз повтор вот пас со стороны по-моему это Алексей Путелес если я не ошибаюсь и вот вам гол ворота Мадрид Сикифи и тем более в дождливых условиях это невозможно сделать но Бруно это успел и ей этот дождь на руку как и на руку женской Барселоне для Бруно этот гол стал для нее первым в первом же матче за женскую Барселону в дебюте итак 1-0 на 20-й минуте встречи Бруно забивает первый гол ворота в Мадрид Сикифи до нее это делала Ази Задушуала мы решили отдать Ази Задушуала отдохнуть бросает мяч из мяч и зал по Батле вот дальше может это сделать Карен Грефимкенса на Батле не вовремя сметила Батле француженка Бон Мати УТелес Доброна пас не доходит к сожалению ее лишние касания мяча они не могут впитать как тактического рисунка стороны ух ты вот это было красиво и здесь будет куча няч куча кудананжи и удар отворот в исполнении Панёс Батле 22-й номер у женской Барселоны решила обыграть практически всю команду саппетанки приближается на 4-й площадке Мадрид Сикифи последнее чем завершится этот момент ох ты Путелес промахнулась в очередной раз капитанша женской Барселоны немножко так и получился момент у лидера Барселоны и фактически у лидера свои национальные сборные Путелес дальний удар и угловой по первую пробил Путелес в ворота Мадрид Сикифи а у нас с Каренгрей Хэнсен на подаче с угла поля давайте посмотрим завершится у Рэйчел Путанаджи кстати травма и это наруку будет как известно наруку как известно Барселоне этот момент Яна сыграет на руку Путелес нарушил правила и в общем-то не свистит орбита и так же прилива остается меньше 5 минут и Арая которая получила травму на ровном месте попадает с угла поля на верх штрафную следует тем временем снова удар со стороны Мадрид Сикифи вот нарушение правил тоже со стороны Барселоны штрафную удар пробьет Бансегундо десятка классическая у Мадрид Сикифи удар следует но удар слишком высок слишком высок удар такие не бьются из таких позиций Бансегунду пить нельзя давать тем более в такой ответственный момент для Мадрид Сикифи Бруно получает первое единоборство Кутананжи Кутананжи отдает пас Стэви лучше Бруно отдает передачу правда не тому а могла бы Путелес отдать передачу если бы не ошибка Лея Саес вот так же уже все как положено женскую Барселуна 2 минуты добавила Лея Перлес простите и вот вот сейчас надо отбирать мячи и можно свистеть на окончании первого тайма который завершает Барселуна лидером со счетом 1-0 ну вот пожалуйста арбитер Лея Перлес мы видим что команды не рискуют проиграть матч смотрите видимо в дождливую погоду да и в общем-то по сути говоря Барселона лидирует как в чемпионате как и в матче нынешнем статистика мы этого матча 60 на 40 владения мячом 8-4 по ударам показатели 1,5 на 1,3 их же 6,21 по дворам 5,8 выигранных 8,4 по перехватам как и по ударам статистика 2,5 по 7 2,0 по нарушениям 3,2 по угловым 2 штрафных удары ни одного пенальти так же не назначено в общем Лея Перлес отрабатывает как артистка свое обслуживание как рефери матча и она дает свисток на начало второго тайма который начнет Мадрид Сифифи женский клуб Мадрид Сифифи вторая женская матча команда которая по сути может выцепить победу если мы не выиграем хотя это будет слишком поздно для них и вот что творится забивает семерка классического Мадрид Сифифи в минус к нашей команде женской Барселоны вот посмотрите отскок лишний от Мари Леон Лаурита да отскок был совершенно лишний 1-1 это был совершенно лишний отскок и надо что-то придумывать женской Барселоне сейчас Апутерис на нее пас не дошел опять все перекрывают тут Лаурита классический зимой номер забила у Мадрид Сифифи аппарат все тут же отталкивает без нарушения правил Мариона как борется с Аэс 18 номер Мадрид Сифифи арфедерина рот уже перекватила Вера не даст так пас на пас потому что рядом была соперница Эстевия а вот дальше нужно выйти и Мадрид Сифифи забивает еще раз 2-1 и это делает Айда Эстевия ну что ж Эстевия пока что выводит Мадрид Сифифи вперед а у Барселоны большие большие проблемы простите мои слова дорогие болельщики и болельщи Барселоны женской что не все так просто как кажется в первом тайме Барселона но тут же Мадрид Сифифи прибавил интересно хватит ли этого этой прибавки скорости во втором тайме надолго хватит ли этого вообще вот Гонсалес с мячом от Эд Шанде в втором номере в Мадрид Сифи Арайя вот и Прун успевает отдают мячи а вот и Путелес Алексея Путелес даже наконец-то играет Сапьернец и практически обыграл удар гол 2-2 и это Алексея Путелес который мы ждали ее гол и капитан Жебарселоны женской забила тут же в правильный момент вот посмотрите вот посмотрите Путелес показатели кжи у него маленький но все-таки она добилась своего момента забить вот этот важный гол каким бы он не был вообще красивым но все равно Алексея Путелес зарабатывает гол ворота Мадрид Си Фи Фи а тем временем у нас Кутелес 23 мяча в 19-й встрече размен голами сейчас наверное пойдет 3-2 Шанда вот второй номер у Мадрид Си Фи продолжает обыгрывать соперниц ну а что же Бруно что же Бруно видимо не хочет менять свести игры Дананджи Пиньес сейчас этот момент только улавы мы видим подачи справа фланга справляются защитницы СТВ а вот здесь небольшая неувяточка произошла только выложен подбирать ничи удар а у Фридорина Рольфо уже разыгралась в обороне молодец пока она лучше игрок в отличие от Батле крайне защитница Барселоны подсуньчин завершится несколько последних атак у Мадрицы и у женской Барселоны по окончаниям итак до окончания матча остается меньше 15 минут посмотрите владение мячом 87 на 12 последние несколько минут игры подсуньчин вот здесь удар нет все попытался кто-то из игроков в оборонительную позицию перейти а это Айтановон Матик тоже дальше Гвияро удар будет добивание удар вот это сейв со стороны голкиперши Матрид Сипипи но вот тут же Батле бросается в погоню на Бан Сегундо и практически бросилось и тут же сейв понес еще раз смотрим система определенных гонок показала что перчатками достала мяч поэтому нет гола а мог бы быть рикошет от голкипери может быть ничего не изменится Путелес в легкую опережает соперницу Мариона побежала побежала Мариона забивать третьего ворота Барселоны что посмотрим нет все-таки параллельно выйдет на поле вместо игрока фланга Рус Альварес вместо Каран Араи одна полузащитница сменяет другую а вот и фланговая игра у Бруны не удалось Салима Параллельо семерка классического Барселона начнет игру в атаке вот Параллельо а вот Альварес вместо Араи 19 изменил восьмую и тот же самый 19 номер меняет меняется и уходит на поле семерка классического Барселоны и Мадрид и Фифи соответственно правда в обратном порядке если я не ошибаюсь а времени все меньше и меньше восьмую при этом удар и вы видели сейв с Паньос и так подача на фланг даже в центр была подача героически спасает Саис мяч и сыграла блистателя Кудананжи времени и все меньше и меньше все меньше и меньше времени ух ты Кудананжи просто Ингрид Энген выйдет на поле Луани Витория до Сильвесоуза меняется вместо Речела Кудананжи девятку меняет как раз 12 номер и след за этим Ингрид Энген выйдет на поле вместо Патриси Гвияро ну что же 88 минут при этом параллельо Пута Эльяс великолепный фит она уже провела нет нигра на параллельо отличный удар но три минуты добавляет мы видели Лея Перлос и радуются сейчас радуются сейчас игроки Матриц что они отцепили так называемый удар а вот здесь что не дали конечно пробить какая-то катавасия происходит в стане Барселоны почему потому что последняя атака намечается но в итоге она не наметится к сожалению Барселона проигрывает второй мадридской команде в отличие от первой не удалось выиграть Барселоне но в итоге капитанша Алексия Путелес ее гол ничего не дал и в конце концов позиции будут такими же если конечно Граната выиграет у Леванте Юде смотрим статистику 65 на 25 владения мячом явно владел лучшим мячом Барселон владел лучшим мячом Мадрид Сифин на своем поле 8-9 по выигранным отборам 16-9 по перехватам 5-10 по центре нарушения 3 штрафных удара 6-4 по угловым и больше ничего переходим меню турнира и завершим на этом выпуск Леванте ЛП Реал Бетис 3-3 а вот сейчас нас смещают фактически на 5 очков разницы эти 5 очков разницы нужно как-то отыграть отыграть в 20-ом туре чемпионата Испании среди женщин по футболу лига фемини файн ворк Леванте Юде выиграла у Атлетика Бильбао и выиграла она также у Гранады эта задача фактически не выполнена но еще нужно выполнить по ходу дела в следующем февральском матче между Реал Барселона и Реал Софьедадом которые нынче идут на третьем месте 40 очков ну а Реал Бетис и Гранада вылетают из розыгрыша лигов имени файнл остаётся у нас в борьбе за выживание Вильяреал Леванте предварительно напоминаю вам предварительно остаются Спортингвелева Тенерифи и Севилья в десятке они сейчас в общем в общем то что у нас не получаются какие-либо игры мы на втором месте 45 очков еще нужно отыграть еще 5 очков нужно отыграть в табличке чемпионата лиги фемини файнлорк и тогда Леванте может проиграть еще один раз 13 побед 3 и 4 3 поражения Рензе бетель пробычного у нас высокая 41 в плюсе в общем посмотрим еще статистику игроков Ушуала 26 Путелес 23 Малодиала 14 Баниняжи Баде по 12 на пару Средондо и Мюллер и Кудананджи Панин Сюхэнсен Эйцагире 10 у Йенсена у Йенсен у Маркос 9 у Нахакарии у Нахикарии 8 он так же как у Антановы Кордона Симбан Цингундо 6 Атене 6 Сарьеги 6 Пере 6 Шанда 6 который забил нам гол как раз с учительом женском Барселоны Мадрити Фиви Шанда Мартино 6 и по 5 у Марии Роу Марии Жозе из Тенери Мариона Барселона 5 мячей Аскона и Порталес из Атлетик Бильбао и Валенсии замыкают топ-25 лучших футболисток Лиги Фемини Файнворк Путелес на 7 месте ее отделяет от следующего результативного пасса только вот эта четверка из барселонских игроков ну а среди тех кто отыграл в сухих матч Паниос идет на 5 месте Анан Кларес из Атлетик Бильбао идет на первом месте в 8 сухих матч желтые карточки давайте посмотрим Парадес только одна желтая карточка и Тони под угрозу дисквалификации пополняет список по удалениям Церро на пару с Пизарро были удалены в матчах из 18 положенных в Лиге Фемини Файнворк по одной красной карточке Церро и Пизарро А на этом я с вами прощаюсь подпишитесь поддержите лайк и комментарии не забывайте нажимать на колокольчик под всеми нашими видеоматериалами комментируйте и увидимся на футболе на следующей неделе до новых встреч и всем пока субтитры